привет друзья подписчики ford explorer и подписчики моего канала на ю тубе сегодня небольшое видео о том как я в очередной раз менял подсветку своей приборки ford explorer если вы следите за моими постами и видео то подсветочку которую я крайний раз переделал она выглядит таким вот образом как вы видите она не голубая и не зеленая а что-то среднее между ними потому что стоят диоды мягкого желтого свечения мощные диоды которые предназначены для канбас в итоге как видите все равно не получилось конкретно такого зеленого свечения но она и не голубое что-то среднее получилось причина этого лежит в том что там стоят зеленые светофильтры то есть вставляете обычную желтую лампочку получается насыщенный зеленый цвет здесь же диоды они в принципе светят ярче чем лампа поэтому хоть они и желтые а все равно цвет получается вот такой но что получилось получилось следующее значит они у меня начали мигать начали мигать что довольно таки сильно раздражает причем начали мигать как по прошествии кого-то времени когда они видимо нагреваются они начинают мигать если просто едете короткая поездка по городу они еще не мигают а потом начинается вот мигание поэтому все таки решил поменять что-то и сделать теперь подсветка смотрится вот так точно так же как подсветка смотрится вот здесь в кластере регулировки климата это синий цвет яркий который многим не нравится я решил не ставить сюда лампы но не хочу оставить лампы я хочу чтобы не было однородная подсветка в кластере приборов климатоконтроля я поставил такие же диоды по той причине что лампы там выгорели там выгорел патрон от сильного перегрева и лампу туда вставить не представляется возможным поэтому я сделал эти диоды там и сейчас точно такие же диоды сделал здесь и вот как я сделал я взял диоды которые такими гроздьями там по моему 16 или 24 на самом деле диода в каждом в каждой лампе вот это лампа там по моему есть какие-то сопротивления что-то такое типа драйвера в каждой лампе и они что интересно они не перегорают то есть у меня четвертый год в габаритах стоят вот такие кукурузы они не перегорают теперь здесь достаточно долгое время стоят уже в кластере но минус этой лампы в том что она не входит то есть у нее идет без цокольный цоколь как говорится вот этот пластиковый импровизированный плюс сама лампа она получается очень велика по высоте соответственно не входит просто там упирается соответственно я пошел каким путем я взял и убрал вот этот цоколь вот этот пластик снизу который формирует как бы типа лампу такую мимикрирует под лампу накаливания и поэтому лампа получилось короткая значит эти выводы я просто припаял просто припаял на нас тут эту плату где есть контактные вот эти пятна для патрона то есть сейчас патрона нет вот этого черного в который вставляется без цокольная лампа а он просто припаял напрямую то же самое я сделал и на приборной панели которая как видите светится вот так сделал точно так же и поэтому сейчас я надеюсь что это все будет работать очень долго и не будет отнимать никакого времени и требовать никакого внимания всем удачи всем пока подписывайтесь на канал будет еще много интересного да еще ребят чуть не забыл хотел вас спросить лампа abs у меня горела поскольку сейчас у меня abs отключена из-за некорректной работы поскольку один датчик стоит не удовлетворяющие условиям видимо системы вот abs я отключил может быть летом я займусь его восстановлением не знаю сейчас поезжу посмотрю вообще насколько abs актуально кстати abs актуально в том плане что меня вот один раз чуть-чуть уже потащила но как бы была попытка меня развернуть немножко в сторону дороги немножко потому что зацепление колес левой стороны и правой стороны было разным поскольку была разная поверхность и небольшой был занос abs именно вот как раз с этим призвано справиться а не с тем чтобы там все четыре колеса у вас не заблокируясь нет абс она не для того чтобы быстро остановиться абс для того что ваш автомобиль не развернуло так вот один раз уже я наблюдал такую попытку разворота но благо что я езжу как бы аккуратно и ну придется ездить еще аккуратнее с отсутствующей бс это вам на заметку теперь возвращаемся к теме лампочки значит abs у меня горела лампа на приборке она очень яркая назойливо горит и кстати диммером она даже не убавляется поэтому всегда эта лампа горела как напоминание мне что abs у меня не работает так вот я решил от нее избавиться сначала были значит значит мысли закрасить ее или одеть какой-то колпачок но снимая вот приборку для значит перепайки диодов подсветки я решил просто пробовать выдернуть лампу этот трюк сразу вам скажу не проходит с лампой подушки безопасности зумер начинает просто декорать при каждом включении зажигания и когда вы заводите автомобиль начинаете движение он орет много раз я боялся что с abs будет тоже самое у меня даже была мысль отключить зумер который вот здесь вот за вот этой консолью стоит но как бы это предприятие не такое уж и простое тем более зумеру нужен я решил отказаться от отключения зумера и решил попробовать вот когда снимал сегодня панель решил попробовать снять лампочку и просто посмотреть что будет будет она там как-то сигнализирует или нет в итоге вытащил патрон вместе с лампой б.с. все собрал к моей радости все значит заработала вот смотрите сейчас как это все выглядит то есть мы видим что никаких значит лампочек не горит не б.с. не горит и что самое интересное перестала гореть лампочка пневмы у меня всю жизнь все время пользования этим автомобилем горел лампочка пневмы вот видите как она сейчас выглядит запущенным вот здесь вот видите немножечко мигает лампочка значит подушечки она закрашена а б.с. мы видим просто как символ ну потому что отсвечивает от диодов потому что там нет лампы то есть можно было патрон вставить и тогда не было бы вообще ничего не видно так вот лампа пневма находившаяся здесь она горела все время потому что пневма не работает ее нет и она отключена и пневма перестала гореть так вот интересно видимо пневма каким-то образом завязана с б.с. и если б.с. не работает лампа б.с. горит и лампа пневмы продолжает гореть но если цепь лампы а б.с. разомкнута то перестает гореть и лампа пневмы напишите так ли у вас происходит и как вы боролись с вот этой лампочкой б.с. очень интересно подписываться на канал ставим лайки не переключаемся